Итак, что же происходит сейчас? Сейчас в целом человечество переходит на другой уровень взаимоотношений, более тонкий. Скажем, мы общаемся на астральном плане более интенсивно, чем на физическом. Вот это состояние, когда нас с вами отделяют друг от друга, от нас физически друг от друга, и переводят на общение через цифру, через интернет, через другие формы, не физического контакта. Фактически сейчас цивилизация переходит на эфирный план общения и на астральный. А и вот здесь мы опять сталкиваемся с каннибализмом. Вот почему я сегодня и хотела затронуть эту тему, чтобы заставить нас всех с вами подумать о том, каким образом мы поедаем друг друга, каким образом мы являемся вампирами друг для друга. Друг для друга — это прежде всего для той близкой среды, которую сейчас закрыли. В тех странах, где всё ещё продолжается карантин, семьи, небольшая группа людей оказываются замкнутыми. И в этой среде мы вынуждены общаться в общем поле энергетическом. И здесь мы наблюдаем постоянно вот этот механизм каннибализма и вампиризма, когда мы забираем энергию друг у друга вместо того, чтобы настроиться на вертикальные каналы и брать энергию во Вселенной, у космоса, у Бога, у Ангела, у своих наставников. Это все высокие существа, которые нам жертвенно дают сами себя. Когда мы на них настраиваемся, они ведь сами хотят нам давать. Нам нужно брать эту энергию во время молитвы, во время медитации, во время разговора со своей душой. Мы берём эту энергию. А дальше мы должны её добровольно отдавать. Там, где есть добровольная жертва, там всё в порядке. Но вот этот каннибализм у пауков и у аборигенов — это тот уровень, где нет добровольности, где есть убийство. Поэтому мы вообще цивилизация нового уровня. И хорошо, если наши дети сейчас рождаются, которые понимают на себе, что вампиризм — это очень плохо. Фактически внутри семей можно наблюдать повсеместно. Итак, что нужно сделать для того, чтобы мы не вампирили друг у друга? Я, конечно, обращаюсь и к вам, дорогие друзья. Ну и сама предполагаю, что первое, что нужно сделать, это настраиваться на любые вертикальные формы получения информации. Это позволяет, во-первых, защититься от вампиризма наших близких и от вампиризма случайных людей в транспорте или получаемые формы захвата нашей энергии через интернет и через СМИ. Ну и есть ещё совсем утончённые варианты, просто, можно сказать, через тонкие виды энергии, через тонкие уровни взаимоотношений, когда наши энергии могут пользоваться. Во-первых, это защита. Во-вторых, когда мы берём энергию от высших существ, мы учимся её передавать другим. Это самое главное. Ну и второй, конечно, вариант, когда вы уже почувствовали, что с вами происходит. Я сейчас это покажу. Вот что происходит, когда нас попользовали. Вот это типичный случай, когда повампирили. Это женщина и её энергию на уровне Сватхистаны поели. Поел её… Ну кто может поесть женщину на уровне Сватхистаны? Чаще всего это половой партнёр, который энергию у неё забирает. Мы часто сталкиваемся с тем, что мужчины по своей природе они больше нуждаются в сексуальных актах, чем женщины. И если женщина идёт на поводу, если ей не хочется, если у неё критические дни, если у неё плохое настроение, она всё-таки поддерживает такие отношения в семье, идёт на поводу, соглашается, принимает эти или в мягкой форме, а иногда в грубой форме требования со стороны полового партнёра. И в результате её энергия в Сватхистане утончается всё больше и больше и больше. Если она часто это делает, у неё формируется программа, которая на уровне Сватхистаны как бы закрепляется. И тогда ниточка или цепочка, каналчик этой программы постоянно связывает её с Сватхистаном, со Сватхистаной полового партнёра. И он может подтягивать эту информацию у неё, даже не имея полового акта. Такой же вариант ещё более неприятный бывает, когда женщина живёт одна. У неё нет мужа, у неё нет друга, у неё нет сексуальных отношений, она в зрелом возрасте или в молодом возрасте, но у неё есть ребёнок. Примерно начального подросткового возраста — 9, 10, 11, 12, 13 лет, вот такого, за 14 и так далее. Тогда совершенно неосознанно такая одинокая мама подтягивает энергию со Сватхистаны своего ребёнка, потому что у него Сватхистана ещё полная, богатая, постоянно имеет подпитку из космоса, а у неё она не урегулирована. И поэтому такая подсадка от мамы, к сожалению, бывает довольно часто. такие же не очень хорошие вещи можно наблюдать и у мужчин. У мужчин тоже бывают серьёзные нарушения в Сватхистане по тому, что их поедает кто-то другой. Это может быть, и что чаще всего бывает, это бывшие партнёрши. Это может быть жена из предыдущего брака, которая его вспоминает периодически, может быть, не очень хорошими словами. Это могут быть его любовницы, если у него их было много. Это может быть такая форма половых отношений, как, например, оральный секс, анальный секс и так далее. То есть он неприродного характера, не может привести к рождению ребёнка теоретически, поэтому он неприродный. Вот в этом случае, как правило, образуются вот такие нити патологические, которые подтягивают постоянно энергию, и человек становится объектом вампиристом со стороны другого. Надо сказать, что чаще всего это не осознаётся ни одним, ни другим человеком, а осознаётся только то, что он уже болен. Сейчас я вам ещё раз покажу результаты этого.